МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Насколько мне известно, вы чуть больше года назад вступили в новую должность, в нашу ноябрьскую мечеть. Что удалось сделать за это время? Ассаляму алейкум. Мир вам, милостив Всевышнего Аллаха. Действительно, 23 октября по указу и по благословению Верховного Мухтия, я был назначен в должность имама Хатыба города Ноябрьска. Для начала хочу сказать, что я ознакомился городом с людьми, прихожанами. Очень добродушные люди, приняли очень хорошо. Но хотя у меня здесь друзей, тоже немало друзей было. Я, потому что работая в Муравленко, 14 лет работал в Муравленко, и мы постоянно приезжали сюда в гости, общались. Ну, в гости ходили друг к другу. Ну, по работе, знаете, для начала мы создали координационный совет. У нас есть местная мусульманская религиозная организация. И туда входит 7 человек. Мы принимаем ежегодно план мероприятия, что мы должны делать. И для реализации этого плана мы создали координационный совет. И в этот совет могут войти, то есть и вошли в этот совет, координационный совет. Это руководители диаспоры, руководители общественных организаций, предприниматели. Вот все желающие, и физлицы, и юрлицы, для того, чтобы они помогали нам в реализации тех планов, которые мы на текущий год, допустим, приняли. Мы этот план отправляем РДУМ, Муфтию, чтобы Муфтий утвердил. То есть мы разрабатываем систему, чтобы работала система. Давайте пока, чтобы далеко не ушли, немножко поговорим о тех мероприятиях, которые разрабатывают на текущий год. Как часто и вообще какие общегородские мероприятия у нас проходят в мечети? И что проводит мечеть мусульмане в городе вообще? Ну я хотел сказать еще, что у нас при мечети работает женсовет. Мы его переименовали, совет матерей, который нам очень помогает. И есть совет старейшин, Аксакалов. В таких мероприятиях, как раз общегородские мероприятия, мусульманские праздники, они в этих мероприятиях активно участвуют и помогают нам. Конечно же, такие мероприятия, посвященные ко Дню Победы, Сабантуй, День защиты детей, День пожилых людей и так далее. Мы эти мероприятия всегда проводим. Мы приглашаем наших ветеранов, инвалидов приглашаем, детей приглашаем. Мы работаем, у нас есть соглашение, молодежный подростковый клуб «Высокий полет». Нас приглашают и институт нефти и газа, у нас тоже есть соглашение, приглашают нас в колледж. Поэтому у нас есть уже соглашение, и мы сотрудничаем, то есть они нас вызывают в гости, мы рассказываем, лекции рассказываем студентам, школу нас приглашают. Мы выступаем совместно со священнослужителями. Хотел бы сказать, отец Стефан, который приехал сюда с Муравленко, мы раньше тоже вместе в Муравленко выступали, работали совместно тоже. И здесь иногда встречаемся. Мы тоже с ними на днях виделись. Ну вот я помню, раньше, по крайней мере, было, раньше горожане очень часто жаловались, прихожане в частности, что в мечети нередко проживают, скажем так, асоциальные элементы, да, люди там без определенного места жительства, которые не имеют документов. Вот с вашим приходом удалось эту проблему решить? И вообще была ли она раньше? Знаете, вот мы эти моменты тоже сразу посмотрели и приняли решение, чтобы и есть указ Муфтия нашего регионального духовного управления мусульман Яна Хайдар Хадрата. Конечно же, мы пускаем тех людей, которые вот, ну, на поезд опоздал, там, вот, у нас до трех дней мы это, у нас допускается, путника пускает, допустим, человек опоздал на поезд или на самолет, вот, мы заявление пишут, предоставляют нам паспорт, мы снимаем копию. Также, если сумка большая, то есть они сами показывают сумку, потому что это для безопасности прихожан и наших хадратов, вот, таким образом мы пускаем до трех дней, у нас не запрещается. Если уже человек это, он дополнительно пишет заявление, что указывает причину, почему он дальше проживает в мечети, а так, просто вот пришел и вот так вот, нету такого сейчас. Мы вот проверяем документы, то есть это налажено сейчас, такого уже нету. Вот в мечети, если кто-то проживает, уже мы знаем, если больше месяца человек вот проживает, мы уже требуем от них иметь справку, что он не болеет ничем, там, вот. Поэтому, и, конечно же, если человек остался, как сказать, вот, мы помогаем, допустим, недавно, вот, женщина, женщину мы отправили в Таджикистан, купили билет, вот, и посадили, отправили. Вот, ну, она обратилась к нам, вот, за помощью, вот, ну, и у нас не только, допустим, мусульмане, а у нас, вот, приходят к нам и православные, да, вот, нам разницы нету. Ну, если человеку нужна помощь, мы оказываем помощь, вот, поэтому у нас, вот, Хазрат знает, что без заявления, без моего разрешения никого не пускаем. То есть, а нас Хазрат прекрасно понимает, да, что сначала нужно подойти к вам, спросить разрешение, да, оформить по документам человека, и только после этого человек допускается к проживанию, да, на территории мечети. Хорошо. Ну, вот, насколько мне известно, не так давно ямальские имамы собирались все вместе, да, на, под одной, скажем так, крышей, на одной площадке. Что послужило поводом для встречи? Да, 22 марта всего года мы собрались, это ежегодное собрание, совет имамов, вот, там около 10 вопросов на повестке дня было. Ну, в основном, это мы, каждый приход, каждый махалля отчитался за 15-й год, вот, и мы предоставили программу Мухти Хазрату, вот, и тоже оценили работу Эрдуума, духовного управления, удовлетворительно, то есть, все, работа идет. Одобрили, да, одобрили, да. Ну, и вопросы, касающиеся учебы, чтобы принять единую программу, чтобы во всех мечетях была единая программа, по этому типовой. Типовой, вот, там присутствовал Мухти Уральского федерального округа Араев Аринат Хазрат, вот, он раньше был и ректором Исламского университета в городе Уфа, вот, он нам отправил программу. Ну, мы сейчас вот во всех городах, во всех мечетях будем утверждать вот эту программу, то есть, она будет типовая, поэтому по этой программе наши хазраты будут обучать наших прихожан, наших детей. Также, конечно же, обсуждалась и тема терроризма, вот, как мы должны противостоять этим проявлениям, чтобы донести до молодежи, что это никакое не исламское государство, а самозванцы. То есть, вот, но, к сожалению, там тоже отмечалось, что часто уже молодые люди обучаются, то есть, через интернет, вот, это, как бы, мы не можем контролировать, вот, к сожалению, да, у нас нет ресурсов, вот, но все равно мы должны работать, и мы должны разъяснять людям, даже родителям, молодым людям, что это те обещания, которые они обещают, это только обман, вот, и пустые слова. Ну, говоря о молодом населении, вот, Анас Хазрат, хочу спросить у вас. Я знаю, что вы ведете образовательную деятельность, скажем так, да, обучаете деток. Как, как, что за образовательная программа, чему учат? У нас по выходным дням мы обучаем в основном, в основу религии, это первую, ну, в основном, ну, основу религии, она сама уже слово говорит, основу религии, там, намаз, как читается, как мы должны намаз читать, и Куран обучаем, как мы должны Куран читать, ну, с арабского, с оригинала. А маленькие детки приходят, с какого возраста? Ну, не совсем маленькие, в основном, кто в школу ходит, ну, и есть и взрослые люди, которые, да, хотят... Посещают образовательные, да, такие программы. Хорошо, ну, опять-таки останавливаемся пока на молодых, скажем так, мусульманах, да, вот еще одна проблема, которая широко обсуждалась в социальных сетях, и вообще общественность это обсуждала, это браки, которые заключаются в мечети между молодыми людьми, не достигшими брачного возраста. Вот сегодня ситуация изменилась? Вообще эта проблема насколько остро стоит? Знаете, мы в мечети вот установили вот такой порядок. Вот если приходят молодые люди, бракосочетание называется у нас НИКАХ, вот мы требуем в первую очередь паспорт. То есть все согласно закону Российской Федерации? То есть мы не нарушаем это закону Российской Федерации, вот, если кто-то из них вот не достиг до совершенной лети, мы, значит, обращаемся к родителям. То есть вызываем родителей, говорим, вот, ваши дети хотят жениться, выйти замуж, бракосочетание, то есть, вот, поэтому вы пишите заявление, вы согласны? То есть и по согласию родителей только, что мы объясняем, что вот по законам Российской Федерации, вот, они не имеют права, вот, поэтому если вы, родители, берете на себя ответственность, потому что вы отвечаете за своих детей, только тогда по вашему заявлению, по вашему согласию мы можем читать НИКАХ. А так нет. Вот мы всегда стараемся, чтобы присутствовали родители. На самом обряде, НИКАХ, да? Да, чтобы родители дали благословение. НИКАХ, что это такое? Это, когда молодые люди дают друг другу слово, обещание, что до конца смерти они будут уважать, любить друг друга и помогать друг другу. Вот, поэтому мы им объясняем, что благословение родителей – это важно. И стараемся, чтобы всегда на обряде, НИКАХ, бракосочетаниях присутствовали родители с обоих сторон. Вот. И мы объясняем, что такое любовь. Не только вот я сказал там вот «я тебя люблю и без тебя не могу». И мы объясняем, что это эгоизм. А любовь – это тогда, когда ты всегда думаешь о ней, а она думает о тебе. Вот. Вот таким образом мы объясняем и молодым людям, и родителям тоже наставление даем. Вот. Поэтому у нас и мы на пятничных намазах всегда об этом напоминаем, что есть и есть в городе те люди, которые читают НИКАХ, бракосочетания, что мы им не дали благословения, и что они не имеют права читать НИКАХ. Что мы вот в мечети или дома нас приглашают домой, мы читали, мы даем свидетельства. Мы – это местная мусульманская религиозная организация, юридическое лицо. У нас есть печать, подписью, то есть мы даем свидетельства. Там свидетели присутствуют. То есть все подростки, все как положено. А есть люди, которые не имеют права осуществлять эту деятельность, все равно читать НИКАХ? Ну, знаете, вот, насколько мне говорили, вот, были люди, которые, да, без разрешения. То есть мы уже людям объясняем, что они это не имеют права читать НИКАХ. Если какие-то вопросы возникают там, тогда вы уже не можете у них потребовать там документ. Вот, и поэтому они не имеют права, то есть духовного, морального права, без нашего разрешения, так скажем, да. Ну вот у меня вопрос, смотрите, вот вы, грубо говоря, наставляете ведь людей не в маленьком только возрасте, да, то есть вы сопутствуете им на протяжении всей жизни, грубо говоря, да, советами. Но вот если говорить о молодом поколении, как вы считаете, идеальная модель преподавания, она какая должна быть? Ну, то, что вот в школах начали преподавать с четвертого класса, это очень большой шаг и важный шаг. Я как бы очень рад, поэтому до этого и этого не было, поэтому вот это очень важный шаг. И, к сожалению, некоторые регионы не готовы были к этому. Религиозные вот уроки именно, да, духовные? Да, 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 у нас не хватает кадров, так скажем, да. Но, слава Богу, уже все преподаватели, которые преподают, вот, ну, насколько я знаю, вот в Муравленке и в Ноябрьской, они прошли переквалификацию, вот, они уже, да, они нас приглашают. Вот, вот, мы со священнослужителями выступаем, чтобы они, вот, каждый приглашает свою пасву, то есть мы мусульман, мусульманам обращаемся, чтобы они, родители выбрали, там, шесть модулей, вот, там основы православной культуры, основы исламской культуры, светская этика и так далее. Вот, чтобы мы, вот, говорим, чтобы мусульманам, чтобы они выбрали основы исламской культуры, вот. Поэтому уже священнослужители, вот, церковные, вот, они приглашают основы православной культуры. И это правильно, то есть, я думаю, вот. Поэтому, но, хочу сказать, вот, все равно воспитание, это начинается в семье. С родителей должно все-таки начинаться. Да, с родителей, да. В семье это. Когда, вот, история Умар ибн Аль-Хаттаб, вот, второй халиф, к нему пришла одна женщина, говорит, вот, о правителе правоверных, вот, моему ребенку уже три года, когда мне начинать воспитание? Он говорит, ты опоздала на три года, девять месяцев. С самого еще до зачатия нужно, да, начинать? Да, поэтому мы иногда родители, вот, когда я обращаюсь к родителям, я всегда напоминаю, что вот дети – это благо, то есть, подарок Всевышнего Творца, который Всевышний дал нам. Я говорю, смотрите, есть люди, которые не имеют детей. Поэтому у вас есть дети, вам Всевышний Господь дал, благодарите Господа и воспитайте своих детей. То есть, да, понятно, мирская суета, там, работа и так далее, очень много забот, но мы должны уделять очень большое внимание. Иногда родители, к сожалению, они думают, что вот мы в садик отдали, там, это, мы деньги платим, пусть они занимаются, потом школа, пусть воспитанием занимаются, а мы же деньги платим, там, и так далее, и так далее. Вот такое отношение, это неправильное отношение. Поэтому я всегда к родителям обращаюсь, чтобы они занимались воспитанием своих детей. Когда уже 16-17 лет, это уже поздно. Согласна. С маленьких лет мы должны воспитать своих детей. То есть родители должны начать воспитание, школу продолжить, и в мечети уже, скажем так, такое общее, да, то есть более глубокое познание вот культуры должно быть, да, религии в целом. И, знаете, вот если вот родители ходят в мечеть с детьми, это еще лучше. То есть родители, вот родители показывают детям, вот, надо ходить в мечеть. Примером становятся, да, таким? Да, помогать людям, нуждающимся. Это пример. То есть они все равно пример ставят в первую очередь своих родителей. Они смотрят на них. Вот, поэтому если родители ходят в мечеть, если они не ругаются, если они читают намаз, если они помогают бедным, соседу помогают, то есть он, у него в сознании уже вырабатывается вот это, значит, надо помогать. То есть вот это уже воспитание. Это воспитание уже никак, потом, никакие там террористы, никакие там, так скажем, те течения, которые хотят вот внедрить раскол нашему обществу, они не смогут сломать это. Если будет правильное воспитание, да? Ну вот, согласно этому же воспитанию, хиджаб для девушек, это обязательно? Да. То есть девушки, а со скольки лет должны начинать носить? Знаете, вот есть в шариате такое понятие, вот, что мальчики становятся вот совершеннолетними, вот, с 12 до 14 лет, а девушки с 9 до 12 лет. Вот с этих, вот, когда они уже становятся совершеннолетними, они обязаны носить платок. Платок? Да, платки. Что такое хиджаб? Хиджаб — это платок. Когда наши, вот, вспомните, вот, наши бабушки тоже… Носили платки. Носили платки. Да, да, да. Поэтому и в православии то же самое. То есть главное накрыть голову, правильно понимаю? Да, да, да. А вот, знаете, очень часто, ну, я тоже вижу в институтах, в школах, институты школы посещают девушки, вот, хиджабы полностью закрыты, то есть голова, руки, ноги, всё как положено. И очень, ну, не часто, конечно, но зачастую бывают случаи, когда администрация школы достаточно агрессивно выступает против вот таких требований, да, к девушкам, мусульманкам. Правильно это вообще? Насколько это законно? Знаете, вот, если правильно преподнести, никто не будет возражать. Поэтому, а если мы, вот, наши девушки красиво будут одевать платки, я не знаю, вот, ни один директор там, или преподаватель не станет, наверное, от этого. Вот мы в прошлом году с муфтием Хайдархаратом вот посетили Пятигорск. Муфтий Пятигорска вот рассказывает, там судились, судились вот по поводу хиджаба. И он что нам говорит? Вот плохо, говорит, сделали, что вот они судились, говорит. До этого, говорит, мы могли договориться потихоньку, как бы это, ну, так особо не запрещали. После суда, говорит, это приняли закон, на основании закона всем запретили, говорит. То есть хуже сделали, говорит. Поэтому, вот, здесь я хотел бы сказать еще вот одно, что у каждого народа, у каждой нации есть своя традиция, культура, быт и одежда. Поэтому наши девушки, вот, когда одевается все черным, это не наша культура. Мы не должны быть похожими там на арабов, допустим, на арабов. То есть у арабов такая одежда в основном? Там, да, понятно, там одевают, там это все, там приветствуются, потому что это их одежда. А у нас, вот, я же говорю, вот наши бабушки, прабабушки, они же тоже одевали платки. Но никто же не запрещал. В царские времена были это. И если красиво одеваться, вот, у православных, у русских тоже своя, вот, традиционная одежда. Конечно, есть культура в одежде. Да, одежда, традиционная одежда. У татаров, вот, у башкир, допустим, да. Это же очень красиво. Зачем нам вот это, черным одеваться и быть похожим на кого-то? Вот, потому что Всевышний Аллах в Коране говорит, мы создали вас разными народами и племенами, дабы вы познавали друг друга, жили дружно и не враждовали. То есть мы должны познавать друг друга разные культуры, разные традиции, истории у нас. Поэтому вот здесь мы, наоборот, если будем одеваться красиво, культурно и к соответствующей нашему традиции, это очень, я думаю, здесь проблем не будет. А в Ноябрьске вот были прецеденты, когда администрации школ или там колледжей, например, институтов ссорились с девушками? Ну, вот, я полтора года работаю, пока таких инцидентов не было. К счастью. К счастью, да. Ну, давайте немножко поговорим о представителях других религиозных, да, скажем так, духовенств. Вот как вы строите с ним работу? Ну, я уже говорил, что и в Муравленко мы с отцом Алексеем, отец Стефан, нас приглашали и в колледж, и в другие мероприятия, когда мы... И здесь тоже самое, нас вместе приглашают, и мы вместе выступаем перед студентами, перед школьниками. Мы, когда отправляем наших будущих солдатов, ну, призывников, вот, слова на пусте, вот, тоже даем благословение. То есть мы работаем совместно, у нас делить нам нечего, поэтому, слава Богу, с отцом Романом и другими священнослужителями мы работаем совместно. То есть, и у них там, вот мы, когда разговариваем, какие там проблемы, да, там, ну, бытовые проблемы иногда. Ну, у них то же самое, у нас то же самое. Советуетесь иногда, да? Да, иногда советуемся даже, да. То есть мирно сосуществуете и помогаете друг другу, да? Да, мирно, это веками у нас, вот, кто вот сказал, у нас надо учиться, чтобы вот, толерантные отношения, да, это вот, ну, я как бы особо не люблю вот это слово, толерантность, толерантность, веротерпимость у нас, да, вот, но у нас всегда взаимоуважение было. Ну, тогда давайте будем завершать наш разговор такими общими, может быть, напутствиями, может быть, вам есть что сказать о мусульманам ноябрьска, да, православным, особенно молодому поколению. Вот что бы хотелось сказать, добавить к нашему разговору? Давайте вот сначала вот Анасхарату дадим. Давайте, конечно. Потом уже я решу, да? Ну, во-первых, мечети, если мы приходим, если мечети приходят, надо вот, если вопросы какие-то есть, приходить, не стесняться у имамов спрашивать, ну, у Мухаммад Хазрата любые вопросы с учебой связанные, ну, с шариатом, можно приходить, узнавать. Мечеть всегда открыта для горожан. Мы, ну, бывают такие люди, которые даже ночью проходят, у них разные вопросы. Мы стараемся всегда как-то людям, чтобы людям для людей польза была, и чтобы люди свою религию полноценно могли этот, ну, оживлять в своей жизни это все, ну, делать. Ну, главное, чтобы и людям, чтобы мечеть пользу приносила людям, чтобы мечеть вот двигалась вперед, вот такие очки. Спасибо большое. Ну, уважаемым горожанам, прихожанам, молодым людям, хотелось бы сказать, что вот историю Ибрахима рассказать. Авраам, великий пророк, вот, когда его взяли и бросили в огонь, вот сделали катапульт, собрали 40 дней это дрова, сожгли костер, его бросили в огонь. И в это время он летит, к нему приходит Ангель Жибраил, Гавриил. И он говорит, о, Ибрахим, помочь ли тебе? А мы бы сказали, да, помоги. А он что говорит? Ты сам пришел или Всевышний Аллах тебя направил? Он говорит, нет, я сам пришел помочь своему другу. Если ты сам пришел, то тогда уходи. Мне достаточно того, что Всевышний Аллах знает мое положение. И он, когда долетел, огонь не тронул, как будто он ходил по райским садам. И когда говорят, что в мире кризис, творится что-то непонятное, да, вот это, чтобы не было духовного кризиса. И если даже весь мир против вас, если вы делаете добро, если вы верите в Бога Всевышнего Господа, Всевышний никогда вас не оставит. Поэтому уверенно надо идти вперед, работать надо, трудиться надо, молодым надо учиться, брать пример у родителей старшего поколения. Поэтому вот оптимизма, вперед, пусть Всевышний Господь всем поможет в ваших делах, учебах, ну и счастья, здоровья всем. Спасибо вам большое за то, что согласились прийти к нам в студию и ответить на наши вопросы. А я напоминаю, у нас в студии сегодня на вопросы отвечали имам Хатыб, соборной мечети Ноябрьска, заместитель муфти регионального духовного управления мусульман Ямала Мухаммад Хазрат Мансуров и его помощник Анас Хазрат. У меня все, до свидания.